Каждый вечер будем обсуждать скандалы Натали и Симкина. Кто с кем переспал, кто еще не докачал. Ничего не изменилось, да? Давайте еще пятнашечку, желтенькую кидаем. Если у тебя пукан бомбит, и пятны. Секс это не проблема, обед есть и сейчас это проблема. То есть я был, чтобы эффекты есть и вывод. Всех трахнули глазами, встали номером один. С чем тут надо бороться? Возможно ли пас акция поможет? Почувствуй нашу любовь. Виктори Дистрибьюшн и канал Бодимания представляют самое масштабное фитнес-реалити-шоу. Теперь ты в теме 3 «Новая жизнь», где 60 парней и девушек за два месяца должны подготовиться к соревнованиям по бодибилдингу и фитнес-бикини. Дорогие участники проекта «Тебе-тебе», дорогая моя команда, я сейчас нахожусь в Лос-Мегасе, на Олимпе, и хочу вам сказать, что вам есть за что бороться, потому что это очень отличается от всех соревнований, на которых я была. Не могу сказать, что дополнительная активность, которую нам предоставляют организаторы в виде разных конкурсов, эстафет, лазаний по деревьям и так далее, помогает в подготовке. Но, с другой стороны, я не думаю, что если бы каждый день мы бы занимались в зале, зрителю было бы это интересно смотреть. Поэтому это все для вас, зрители. Я решила, что бикини – это не для меня. Я очень люблю кушать, я, скорее всего, не хочу участвовать в соревнованиях. Саша, я вообще не могу понять, какого хрена она сюда пришла, потому что аргументы типа «я люблю пожрать, и я вообще не готова была к сушке, бикини не мое». Блядь, ты должна была это сказать непосредственно на кастинге, а не строить из себя какую-то рыжую прелестную красавицу, пытаться всем понравиться на ютюбе. Должна показывать форму, должна идти до конца. Чтобы наши участники смогли всегда держать свой пульс под контролем, компания «Асус» предоставила им фитнес-часы. Совсем скоро участникам предстоит выйти на первое соревнование. Сегодня финальные штрихи подготовки будут делать парни проекта. Пойдем посмотрим, как ребята готовятся. Ого! Ничего себе! А что это ты тут делаешь? Тебе тренер сказал так делать? Наказали, да. Наказали? Да. Вместо 50-55 грамм углеводов съел. Блин, ну сочувствую тебе. Давай, удачи. Спасибо. Что втыкаешь? Про голосование смотрю. Какой рейтинг? Какой у тебя рейтинг? А что там маленький? Говорят, ребята отправляют, а он не растет. Что такое? В чем причина? Привет. Все, перекликаешь в произвол. Что это было за упражнение под классическую музыку? Я репетирую произвольную программу. Точнее, свечу. Покажи что-нибудь из репетиции своей. День начался с тренировки парней из команд Level Up, VP Lab и Островит под руководством Павла Баранова. Real Farm и Active Lab тренировались под чутким надзором Андрея Попова. Друзья, всем привет. Мы с вами находимся в фитнес-клубе X-Fit Чистые пруды. Сегодня у нас тренируются одни парни. Разные тренеры будут делиться своим опытом с участниками из разных команд. Сегодня я решил провести ребятам такую достаточно интересную, нестандартную тренировку, поскольку у многих, я уверен, сегодня может быть день отдыха. Да, у многих, да у всех участников проекта в ближайшее воскресенье будут уже первые соревнования на отбор в Софрино. Соответственно, очень жестко грузить их уже нельзя. Поэтому сегодня тренировка будет направлена на развитие энеримышечной связи. Итак, первым упражнением мы будем делать жим штанги под наклоном 45 градусов. Это упражнение для развития груди, в данном случае верхнего сектора груди. Как мы знаем, грудь представляет собой мышцу с перистым строением, и условно ее можно разделить на сектора. Здесь нагрузка пойдет наверх, и первая ошибка, которую мы сейчас видим, это прогнутая поясница. Это, в принципе, здесь не должно быть, если вы не лифтер, и у вас нет задачи поднять как можно больше вес. Поскольку, если вы будете выгибаться, отрывать задницу, поднимать слишком высокую поясницу, то нагрузка будет перемещаться к нижней части груди. Сегодня мы пришли на тренировку, думали, нас будет тренировать наш тренер Андрей Попов, а оказалось, что здесь Паша Баранов. Ну и что, он начал, как всегда, с методической части. Полчаса слушаешь, минуту делаешь упражнение. Полчаса слушаешь, минуту делаешь упражнение. Ну, я бы сказал, что у меня никогда не было перерыва между подходами полчаса. Сейчас сделаем сгибание голени лежа в тренажере. Значит, очень важный момент. Прижатый таз, плотно прижатый, сжатые ягодицы. Но медленно, плавно, начиная подъем голени вверх, колени немножко устремляются наверх. Чуть-чуть отрываются. Чуть-чуть, да. И затем с такой же скоростью вниз. Прекрасно. Подготовка идет жестко. Занимаемся каждый день, тренируя 7 дней в неделю. Отдыха практически минимальные. С едой проблема. Жрать хочется очень сильно. Недостаток углеводов. Здесь мы будем делать тягу горизонтального блока со спортсменом из Островит. И делать ее будем не двумя руками, как все обычно привыкли, а одной. Таким образом мы, во-первых, сможем увеличить амплитуду движения. Во-вторых, мы сможем лучше сконцентрироваться на рабочей мышце, поскольку мозгу придется работать не на два фронта, а на один. Рукоятка у нас двойная, поэтому хватаемся мы по диагонали. То есть правой рукой ты берешься за левую сторону. Прекрасно. Оп. И максимально зажимаешь широчайшую мышцу, концентрируешься на ней. То, что напрягает, так сказать, сильно, это вот то, что вот эта безуглеводка. Никогда не сидел на безуглеводке, полностью на нуле, либо на 30 граммах. Всегда там было 200-150, как бы. Сейчас, когда ноль углей, и опять же, столько же кардио. То есть, ну, много, как бы, белка, мяса, но это, как бы, это не то. Все равно углеводов хочется. Тяжело. Тяжело проходят и тренировки, и тяжело проходят, вообще, в принципе, деньги. Бабек бесит. Постоянно ищет свою еду, постоянно кипишует, не может успокоиться. Его, блин, постоянно что-то нервирует, с ним невозможно нормально поговорить. Не хер ныть. Если сказали, жрать 50 углеводов, ешьте и радуйтесь. А то такое ощущение, как будто себе навнушали, что без шоколадок невозможно. Вэпплап сегодня делает круговую тренировку. Сергей уже приступил к тренировке спины. Делает тягу вертикального блока к груди широким хватом. Здесь основной акцент у нас идет на приведение локтей к корпусу. То есть, движение идет по дуге. Пытаемся локти привести к корпусу, зажать мышцы спины как можно сильнее. Не надо пытаться притянуть рукоять к себе. Не надо пытаться согнуть руки, иначе бицепсы заберут всю нагрузку. Исходная позиция, когда наклоняемся вперед, корпус параллельно тросу. Затем тянем вниз, корпус поднимаем наверх. Вниз и наверх. Да, корпус специально двигается туда-сюда, чтобы увеличить амплитуду движения относительно мышц спины. Таким образом лучше растягивать, лучше сокращать. Делаем так же достаточно медленно. Не пытаемся резко дергать, не пытаемся делать взорвенных движений. Посмотрев сейчас в зале, когда проходила тренировка, ребята очень хорошие, подготовленные. Видно то, что они работают над собой, над своей формой, прогрессируют очень хорошо, начинают просушиваться. Я думаю, конкуренция будет очень хорошая. Тяга вертикального блока в тренажере. В отличие от обычного блочного тренажера, в этом рычажном очень удобная конструкция, позволяющая достаточно комфортно двигаться, осуществлять правильные движения с противописи в биомеханике и чувствовать мышцы так, как нигде больше. Последние самые главные недели перед соревнованиями. Конечно, все выкладываются, но движения максимально концентрированы, максимально со средними весами, чтобы, не дай бог, не травмироваться. В данном случае атлет использует тяги для выполнения движений. Это специальный аксессуар, который позволяет меньше подключать мышцы предплечья и таким образом меньше задействовать бицепсы. Таким образом можно лучше сконцентрироваться на спине и, как следствие, лучше ее почувствовать. Неожиданно для меня сегодня нашей тренировкой занимался Паша Баранов из команды Level Up. Очень интересный тренер. Первый раз, честно говоря, поговорил с ним лично. Показал мне, как делать некоторые упражнения, проконсультировал меня немножко. Но свою папу Андрея Попова не могу применять на кровь. А у кого-то даже на последние недели не прекращаются тяжелые тренировки. Жим ногами с большим весом. Баткас. Нацеленная работа на квадрицепс. Низкая постановка стопы. Отказная работа. Давай, дыши, не задерживай дыхание. Бам. Хорошо. И выдох сразу. Паша Баранов, большое спасибо ему. Дал несколько хороших советов для ног. Я качал ноги. Рассказал, как хорошо нагрузить квадрицепс. Все понравилось. Классная тренировка. Супер. Спасибо, Паша. Очень благодарен нашим организаторам. Викторе Дистрибьюшн. Проект тут и в теме. За то, что вообще я сюда попал. Блин, реально крутые условия нам создали. Все условия для подготовки. Без углеводка дается очень тяжело. Уже заикаюсь, заговариваюсь. Язык еле поворачивается. Всего лишь в рационе 50 грамм углей. Это вообще ничего. Буквально 50 грамм овсянки с утра. И я вообще уже больше ничего не ем. Сейчас делает бицепс-30 в суперсете по одной руке, чтобы почувствовать, как можно лучше, чтобы сконцентрироваться на рабочей мышце. Ну и давай покажем, какие-то упражнения делаешь. Слушай, друг мой, как ты вообще так умудряешься пахать? Каждое упражнение дропсет. Может, у тебя какой-то особенный допинг? У меня волшебные заклинания. И что это за заклинание, которое позволяет так выкладываться? Хармацептус ингельцон. Отлично, отлично. На сушке постоянно хочется жрать. Не хочется больше вообще ничего. Ни общения, ни секса, ни даже тренировок. Думаешь только о еде. И я подписался в Инстаграме где-то на 10 аккаунтов с едой. И смотрю эти видео с тянущимся сыром от пиццы и всякими десертами вместо порнографии. Сегодня был достаточно интересный день, интересная тренировка. Мне представилась возможность тренировать ребят из других команд. И должен сказать, что это весьма сложная задача пытаться научить чему-то новому тех, кто уже научен человеком с другими взглядами, возможно, на какие-то моменты. Но надо сказать, что у некоторых очень похожая техника, похожий стиль тренировок на тот, что пытаюсь донести до своих ребят я. Тренер команды «Островит» Попов Андрей Юрьевич. Стаж занятий с 1987 года. Почти 30 лет. Чемпион России. Многократный чемпион Москвы и Московской области. Чемпион Урала и Юга России. Четвертое место на чемпионате мира. Всем привет! Павел передал мне эстафету. И сегодня у ребят будет круговая тренировка. Вам осталось совсем немного до соревнований. И, как вы знаете, бодибилдеры и все остальные обычно применяют такой метод круговых тренировок за неделю до соревнований, чтобы максимально выжечь гликоген из мышц, чтобы потом максимально хорошо загрузиться уже перед соревнованием. Основной принцип круговой тренировки – тренируется вверх тела, без ног. И самое главное – без отдыха. Без отдыха между подходами и между упражнениями. Все делаем быстро, по кругу. Я вас буду подгонять, херачить, чтобы никто нигде не отдыхал. Быстро, быстро, быстро. Пошли, пошли, пошли. Грудь, спина, плечи, руки. И следующий круг, и следующий круг, и следующий круг. Итак, поехали. Первое упражнение будет на грудь. Вес хоть и небольшой, но с каждым следующим кругом вам будет все тяжелее и тяжелее. И на третьем круге вы поймете, что это такое, когда будете умирать. 20-20 раз делаем. Погнал, погнал, на спину. Быстрее, быстрее. Следующий на грудь. Вижу только одного конкурента. Это Макс из команды Активлаб. Замечательный парень. Очень сильный юниор. Для меня, честно говоря, было открытием, что этот здоровяк оказался юниором. Поэтому я думаю, что на Московской области, на Кубке Москвы, мы будем стоять на одной сцене. И даже, скорее всего, в одной категории. Поэтому я хочу пожелать ему удачи. И непосредственно будем идти бок о бок. Хотелось бы отметить Фомина Григория. Очень четкий атлет, здоровый парень. Надеюсь, с ним увидеться на сцене. И желаю ему удачи. И хорошо выставить свою форму. Дядя, может, побольше поставить? Да, я думаю, побольше. Давайте, еще пятнашечку. Желтенькую кидаем. Красавец. Давай, давай, давай. Парни уже там свину делали. 20 раз, Паша. Второе упражнение – спина. Чувствуй спину. Вес небольшой, опять же говорю. Но без отдыха. Сегодня впервые была круговая тренировка. Удивился подходу Папуа Андрея. Впервые нас прогнал по круговой тренировке. Честно говоря, не ожидал, что будет так тяжело. Все это делалось для того, чтобы максимально быстро и четко сжечь гликоген. Вот, вот, вот эти части напрягаются. Работаем на широчайшую. В этом упражнении задействована большая степень широчайшая. Двадцать раз. Качаем плечи. Середину. Да, средний пучок. Темпа, темпа, темпа дайте. Мы выжигаем полностью ваш гликоген из мышц. Соревнования у вас через неделю. Первый старт. Бицепс, бицепс. Двумя руками. Не попеременно. Двумя руками. Без отдыха. Сразу после плечей. Качаем руки. Мы тренировались без отдыха, с небольшими весами. Двадцать повторений в каждом упражнении. И тут же бегом-бегом к следующему станку. И делали следующее упражнение. Все это делается без отдыха. И таких мы сделали там четыре, по-моему, или пять кругов. Парням категории «Мэнс Физик» оценить форму и исправить ошибки позирования помог Виктор Симкин. Сейчас будет постановка позирования от Виктора Симкина. Сегодня мы собрались с ребятами. Ну, все пришел, кто, наверное, достойный, наверное, занять первое место, потому что все лохи, как всегда, проебались. Ну, уже, значит, сдались. Я смотрю, мало пришло физиков к тебе, Вить. Ну, я думаю, все, кто корону поймали, кто поймал звезду, никогда не выиграют соревнования. Все ребята, кто надо здесь. Я думаю, все они хотят занять только первое место, а остальные пускай тусуются. Сегодня мы собрались для того, чтобы как раз поставить позирование и разобрать основные нюансы постановки позирования и общего образа Мэнс Физик. Сегодня я буду вам помогать, ребят, от чистой души помогу вам, чтобы вы улучшили свои кондиции на соревнованиях, потому что категория Мэнс Физик – это много-много-много компонентов, в которые складывается общий образ и общий баланс. Шорты должны быть до середины колена. Очень важно, чтобы они не были ни низко вас посажены, ни высоко, чтобы был общий баланс вашего тела между верхом и низом, чтобы ни ноги не были короткими, ни корпус был короткий. Среди, такие шорты тоже не подойдут, такие шорты подойдут, но не забудьте, что всевозможные элементы брендинга, да, также запрещены. Основной момент категории Мэнс Физик – вы должны выходить на сцену без напряжения, вы расслаблены, выходите на пляж, тусуетесь, вышли спокойно, глаза в студию, да, вы каждого судью, особенно женщину, трахнули глазами, да, всех трахнули глазами, встали номером один. Если ты не стал номером один, все, гуляй. Возможно ли в Мэнс Физик показать форму на уровень выше, чем остальной? Я раз-два, потому что вы приблизительно все одинаковые по форме. Маленький мастер, у тебя дельты больше, у тебя динамика лучше, у тебя хорошее позирование, у тебя там красивая улыбка, покажи улыбку, красивая улыбка. Окей. Соответственно, есть у каждого какая-то фишка. У Шархана есть шрамы на лице, у кого-то есть классная динамика, талия, уже там, да, от природы, но это все еще нужно показать. Так вот, позированием мы раскрываем свой изюм и скрываем все недостатки. Угу. Не забывайте, самое главное для Мэнс Физик держать живот. Живот всегда напряжен. Ага. Пошел, пошел, второй. А, хорошо, хорошо. Никитос, блядь, как будто хочется пиздануть тебе по ногам. Никитос, вот это? Это неуверенно. Более уверенно, иди, прям, естественно, естественно, ты очень медленно идешь, побыстрее чуть-чуть. Ага. Блядь, тебе надо работать над выходом. Молодец, хорошо. Очень хорошо. Давайте, чуть-чуть лево принимайте. Ваня очень хорошо вышел, молодец. Не забывайте, задача номер один, держать живот. Блин, улыбайся, улыбайся. Ага. Все равно, понимаешь, все равно зубы твои видно не будет. Все равно будет видна улыбка. Не забывай, что позируешь на судью номер один. Сюда. Все есть для того, чтобы выиграть соревнования. Не хватает жесткости, пока очень водяной. Не знаю, с чем связано, много факторов, но очень хорошая динамика, потенциал великолепный. Если ты вот это держать не будешь, на протяжении всего позирования можешь гулять. Больше расслабленности хочется в области и жестче живот. Не хватает глубины пресса, динамика великолепная. Выход ужасный. Старайся, да, больше закручивать корпус, показать свою динамику. То же самое, да, Сережа, то же самое. Каждый человек у нас в своей дисциплине фаворит будущий. Ну, по крайней мере, очертания у него все просматривается, чтобы выигрывать эти соревнования полностью. У нас состав удачный по сравнению с другими командами. Мне кажется, мы и в классике, и в вебилдинге, и в физиках, и в бикини, и в бодифитнесе. Девушки, всех вынесем просто. Живот живете сюда. Всегда. Это твоя фишка. Вот это нужно видеть всегда. Всем судим. Ребят, с поворотами пока беда у всех. Я просто, блядь, я охуеваю. Смотри, вот я, как будто тебе палкой пизданули по ноге, и она у тебя вот такая стала. Смотри, вот смотри, ребята, стоит. Все на носочек красиво поставили, да? На носочек, наоборот. Разрели, кого-то бьешь кого-то. Кого-то бьешь ногой, на нахуй ему, да, по черепу. Таз, смотри, таз назад, таз, таз назад. Упади на меня, упади. И теперь раскройку спину. Пиздец, смотри. Вот это динамика. Только ты жирный, блядь, а так все заебись. И шире спинку. Вот так, хорошо. Смотрите, ребят, это бодибилдинг. Не надо кобру, блядь, раскрывать. Встали, естественно. У вас все, блядь, если у вас там есть что-то, там все будет видно. Ну, просто немножко ягодицы сюда, немножко прогнуться в пояснице и немножко по шее. Все. Ну, кобру, блядь, вот это вот не надо. И шею так гнуть, не надо. Я себя не считаю сильно здоровым для мансфизиков. Я всегда боялся, что наоборот, мне нужно накинуть мясо. Ворот, направо. У тебя сзади можно позу менять? Можно менять, но спиной лучше не становиться. Да, спиной лучше не становиться. Боковая, фронтальная, ребят. Боковая, фронтальная. Жестче живот. Живот не держишь. Живот держи. Я бы тебе посоветовал, чтобы улучшить твои пропорции. Видишь, ты начинаешь скручивать корпус, у тебя кривой, кривой столб мышечный. Соответственно, ты лучше таз подай назад, а теперь наоборот. Завались на меня, завались, проигрывайся. И теперь шире спину. Вот так. Но лишнего ничего не должно быть. Лишнее отцениваться будет только в минус вам. Я помню, на чемпионате мира выходил кипрёт, он и так, и сяк, и так, и так. И что? Великолепная форма у спортсмена, но я поставил последнее место. Да потому что он хуйня и страдал на сцене. Ну что, ребяточки, скажу, что сегодня я увидел вас всех. Кто не пришёл, тот лох, как всегда, да? Но он не постоял в линейке, ребят. Позирование в линейке – это очень важный момент, потому что вы сейчас поучаствовали в соревнованиях. Да? Я оценил как судья, я российской категории судья, как бы оценил бы я вас на соревнованиях. Так вот, у каждого есть нюансы, над которыми стоит работать больше, больше и больше, а это достигается только позирование, 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 позирование. И для Сергея Родин отдельно – пози-ро-ва-ни-е. Окей? Окей. Всё. Конечно, ребята, молодцы. Все, наверное, показали хорошую, наверное, динамику. Динамику в позировании, потому что я видел на кассе, где это был полный пиздец. Сейчас это уже более-менее достойно, но позировать, позировать и позировать, потому что через одного – это бодибилдеры, чистые качки. Рука наверх, блядь, всё напряжено, блядь, давай спину шире. Ребяточки, для всех, кто выступает в категории Men's Physique, забудьте, что вы занимаетесь бодибилдингом, вы занимаетесь именно Men's Physique. Подача, глаза, форма, кондиция и баланс. Только это сделает вас настоящим чемпионом и сделает для вас максимальный результат. Симкин Виктор Андреевич. Стаж занятий с 2004 года. 12 лет. Чемпион мира по классическому бодибилдингу. Виктор имеет свой бренд одежды и аксессуаров для занятий фитнесом, занимается бизнес-деятельность. Уже идет мастер-класс по позированию от Андрея Попова. В категориях «Бодибилдинг» и «Классический бодибилдинг». Мастер-класс проводится для участников всех команд. Такой момент. Вы все будете выходить под номерками. Забудьте свою фамилию, имя, отчество и год рождения. Вас будут называть номер 13, номер 26. Постоянно одно и то же. Пропорции спереди. Основная поза, в которой вы будете проводить на сцене очень много времени. Вы должны в ней стоять 5 минут, 10, сколько понадобится. Стоим, стоим. Никто не расслабляется. Дышим ртом, не животом. Зафиксировали и стоите. Здесь очень важно, чтобы были ноги. Если они делятся у вас в этой позиции, во фронтальной, все, вы в числе лидеров. Это я вам сразу говорю. Поворот направо. Спиной к залу. Включили ноги. Поставили их вместе. Если ноги не вместе, вас могут за это оштрафовать. Напрягли ноги и раскрыли спину и встали. Поехали. Двойной бицепс спереди. Сначала нога. Не вперед, а в сторону. Напрягли внутреннюю поверхность. Здесь переднюю. И потом, хоп, и руки поставили наверх. Широчайшая спереди. Я готов к первым соревнованиям. Они уже очень близко. И с тренером было решено выходить по бодибилдингу, а не по классике. Потому что в классический бодибилдинг я никак не могу ужаться. Мне надо скинуть 9 килограмм. Это слишком много. Что очень странно, поскольку по мышечным объемам я как раз именно классик. Терпи, терпи. Это на сцене произойдет. Старайся не уходить из позы. Все боковые позы с живот. Втянули нахрен его. Выдохнули все. И все. И не дышим. Животом не дышим. Только дышим. Чем? Ртом. Как ты ногу поставил? Это для трицепса ты ногу поставил. Так трицепс показывается. Бицепс, вот посмотри, как у ребят. Переднюю ногу на носок. И она у тебя должна быть посередине этой ступни. Формой своей можно сказать доволен. Потому что занимаясь исключительно натуральным бодибилдингом, никогда не употреблял фармакологию. Поэтому я почти дошел до финала. Я очень с собой доволен. Вы должны широко стоять. Вот. Вы стоите. Хоба. В бицепсе тоже. Вы бицепс показываете. Живот стянули. Развернулись. Вы должны быть широкими на сцене. То есть вы сделали кобру. Таз вперед. Тогда вы с этой коброй встанете обратно вверх. Раскроете спину. А спину вот вы именно так раскроете. И потом хуя. И таз вперед. И тогда ширину. Дай ширину. Держим, держим, держим. Еще чуть-чуть. Потерпите. Дышите, дышите. Здесь можно животом дышать. Хоть жопой. Здесь не страшно. Трицепс сбоку. Трицепс сбоку. Проработанная. Вы ее на соревнованиях выжмите так, что пипец. И через пару сезонов она и в объемах будет больше, и в глубине будет больше. Поэтому показывайте всегда с одной стороны. Другие ребята вообще у нас просто все красавцы. Прогресс налицо. Я так думаю, одна из самых лучших команд Реал Фарку. Позирование нужно регулярно, несколько раз в день тренировать. И только тогда вы можете удержать позу достаточно длительное время. Не расслабляя ни живот, ни руки, ни ноги. Ребятам еще предстоит очень большая работа. Как вы видели, кто-то может стоять в позе сколько угодно. Кто-то расслабляется и не может, в принципе. Кого-то уже начинают сводить мышцы судорогами. Опять же, это на сцене будет не очень хорошо. Но ребята работают. Как вы видели, очень у многих получаются. И реально порадовали ребята из некоторых команд. Прям супер. Питаюсь, питаюсь хорошо, питаюсь правильно. Теперь было тяжело перестроиться. Я очень люблю бургеры, пиццу, хот-доги. Очень люблю пиво нефильтрованное. Но теперь от всего этого пришлось отказаться. Один из самых главных элементов моей подготовки – это кардио. Стараюсь бегать каждое утро натощак. В X-FIT стало посвободнее. И есть возможность нормально позаниматься. Офигеть. Как сделать так, чтобы так вены выпирали? Родиться таким красивым. Ты что, прям родился с такими венами? Да. И никак таких не добиться результатов? К сожалению, нет. Тебе точно нет, Коль. Да. Результаты пока небольшие, но я надеюсь, что до конца проекта я смогу показать реальную трансформацию. Я за тобой, кстати, тоже слежу. Ты молодец. Прогрессируешь потихоньку, но верными шагами. Дело в том, что поднимать большие веса, тягать не сделают какую-то форму, которую ты хочешь. Нужно технично сначала вот здесь вот проконтролировать те процессы, которые ты делаешь. Поднятие упражнений. А уж потом большие веса придут со временем. Я тебе уверяю, они не заставят тебя ждать. В следующей серии вы увидите, как тренируются и позируют девушки. Оставайтесь с нами. Будет горячо. У меня все свело, у меня нужная спорт. На-на-на. Еда лучше, чем секс. Почему называют качков нарциссы? Потому что в каждом зале можно увидеть качка, который будет всегда смотреть себя в зеркало, любоваться, типа любоваться собой. Это так кажется со стороны. На самом деле качок всегда будет перед зеркалом позировать, смотреть, как он развивается, как секутся его мышцы, будет делать какие-то выводы, доволен с собой, недоволен. На самом деле это просто самооценка. Качки? Нет, качки не тупые. Качки очень умные. Просто нужно, как сказать-то, ай, ладно. Качки тупые. Вот Софрина я жду, в первую очередь, когда мы приедем на периметр Софрина. Думаю, что там будет нас встречать Ольга Бузова. Это, скорее всего, то место, где снимают Дом-2. Поставят лобное место, зажгем костер, и нас будет 30 человек. Каждый вечер будем обсуждать скандалы Натали и Симкина. Кто с кем переспал, кто что-нибудь докачал. У кого углеводов мало, у кого много, кто подожрал. Кто с кем пересечать, кто vid Кто с кем путь. Кто с кем whiskey. Кто с кем. Кто-нибудь. Кто доедон. Кто если, se, кто льет. Кто с кем.